Хочу вам рассказать про поисковый отряд «Обелиск», который нашел в Калужской области самолет и своими силами восстанавливает его вот прямо за этими воротами. Но вначале давайте посмотрим, как все начиналось. Самолет Л-2, который мы реставрируем, был поднят в 2015 году. В 2016 году началась реставрация. На данный момент мы подходим уже к последнему этапу изготовления крыльев. В планах самолет поставить на 19 августа 2022 года. Более 20 лет поисковый отряд «Обелиск» в городе Десногорск занимается поиском и установлением имен бойцов и командиров Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Из земли, когда достают, да вот этого всего нет, все в узел закручено. Ну что, это великий подарок для нас. Поисковики – это настоящие мужчины, которые не боятся тяжелой работы, не боятся в свои выходные идти на поиск бойцов, погибших во время войны, не боятся промокнуть, замерзнуть. Им не страшны любые погодные условия. Им важен результат. С чего начинается поиск? С искреннего желания. Поисковики знают, что случайные люди в их отряде не задерживаются, отсеиваются как шауха. Остаются лишь настоящие мужчины, верные своим принципам. Со временем ржавеет металл с инициалами, портится бумага с записями, но иногда чудеса все-таки случаются. 19 августа 1943 года самолет Ил-2 сел на вынужденную посадку. Двигатель советского штурмовика Ил-2 пролежал 78 лет на глубине 8 метров. От самолета практически ничего не осталось. Двигатель, редуктор и десятки мелких частей и обломков, из которых потом будут собирать пазлы. Вот посмотрите на эти кадры. Как? Ну как можно из этого собрать самолет? Здесь же ничего не понятно. Столько разных ржавых железячек. Насколько сильно надо любить свое дело? Двигатель, редуктор и десятки мелких частей. Приехали сюда в цех. Из бронекорпуса было только, скажем так, два целых фрагмента бочки. Остальное все собирали в виде пазлов. Я говорю, вот борьба была с пазлами у нас в течение года. Если, скажем так, пазлы, это выражение такое, что это фрагменты из бронек, из которых собирались целые элементы бронирования бронекорпуса. С чертежами очень все интересно. Чертежи, полные комплекты есть, но, скажем так, они стоят денег, больших денег очень. Комплектами нам не удалось достать. И с миру по нитке вот с 16-го года мы привезли с питерской вахты часть чертежей по бронекорпусу. Потом в 17-м году мы... Нет, по бронекорпусу и фюзеляжу. В 17-м году, как раз таки, мы нашли чертежи по оперению. То есть крылья, плоскостя. Плюс еще свои доработки идут, работа с фотографиями, потому что чертежи чертежами. А визуально, так сказать, нужно иметь представление, какой элемент, в каком состоянии был, на какой градус он был загнут. И какая форма была у элемента. В поиске ни в коем случае нельзя лениться. Усталости быть не может. Или работаешь, или не работаешь в УСИ. Действительно, работаем мы после работы, в выходные дни. Получается работать стабильно суббота-воскресенье. Так как у всех семей работаем, кто с 8 утра, кто в основном с 9 приезжает основная группа. И до 3 часов дня. Это стабильный график. Если работа можно продлить, нам семьи разрешают. Потому что у всех дети, дачи, огороды, ну и другие дела. Если семьи нам разрешают, ну, естественно, продлеваем до 5-6 вечера. Плюс дополнительно, если из графика выбиваемся, план работы у нас там на доске, у меня за спиной. Если мы из графика выбиваемся, то, соответственно, работы мы раскидываем на неделю, еще на будние дни. То есть приезжаем на станцию, отрабатываем, приезжаем сюда. И по 2-3 часа после работы здесь пару-тройку человек у нас здесь работает. Вот, рабочие выходные начинаются. Если я присутствую, соответственно, я лично раздаю план задания. Но он более-менее скорректирован заранее. Если я отсутствую, бывают такие моменты, что командировки, ездим, согласование по администрациям, даже выходной день, всякие работы общественные. То, соответственно, отдаю старшему задание. И, опять-таки, доска, доска, план работы, он всегда перед лицом. И за каждый пункт ответственный, каждый, то есть, назначенный человек. Кто-то умеет творить, кто-то умеет клепать, кто-то умеет гнуть, кто-то по дереву работает. Вся работа раскидывается. Тихо! На левом углу ближнем к тебе лежит лазер, дальномер. Все, можно продолжать? Спасибо. Плюс на силовые мероприятия, так называемые, когда мы поднимали бронекорпус на стапель, мы приглашали еще омовцев. Ребятки тоже с нами сотрудничают, работают постоянно. Они нам никогда в помощи не отказывают. Мы обладаем и оборудованием, и соответствующей техникой. Спасибо за это концерну и руководству станции. Дело в том, что мы теряем ту ниточку, ту возможность, чтобы восстановить историю и вернуть имя летчика. На данный момент очень усиленно идет, с 2000-х годов, скажем так, идет усиленный сбор металлолома по лесу. Обычными гражданами, которые увидели, допустим, останки самолета, для них это алюминий. Просто алюминий. Алюминий – то, чтобы взять и сдать, и получить за это деньги. Для нас это история и возможность вернуть летчика. Потому что даже по маленькому фрагменту алюминия, на котором нанесен номер самолета, можно установить, кто погиб на этом месте. Вот как у нас было, сейчас мы будем, наверное, в ближайшее время будем готовиться к очередной истории по самолету Ла-5. Мы нашли летчика Чернышевича. Там буквально благодаря одному элементу был установлен самолет. Это какая-то маркировка? Совершенно это номер самолета. Ремонтные самолеты, которые уходили на завод, которые подлежали ремонту, их ремонтировали, восстанавливали с самолетов, таких же приходивших с боевых частей, которые уже не подлежат ремонту. Соответственно, броня, все элементы брони на Л-2 были подписаны краской. На каждом элементе брони было подписано краской номер самолета, бортовой номер. А эта краска разве сохраняется? Соответственно, в музее лежат фрагменты, именно как раз-таки о которых я рассказываю. Это самолеты Боднаренко-Вячеслава с Л-2. И вот чтобы нужно найти, вообще, и Л-2 интересная машина, чтобы найти номер на нем, нужен либо номер двигателя, либо одна единственная табличка, которая наносилась в районе центроплана. Все, все остальные номера носили только технологический характер, сборочный. Их очень много. У нас вот целые альбомы собраны, так сказать, свое собрали мы пособие по работе с самолетами. Сделали большой, можно сказать, такой научный материал, хороший, изыскательский. И очень много табличек, всяких разных. Причем таблички, шильды, так называемые чекухи. Ну, это именно штампы, клейма, заводские. Они от завода к заводу, они отличаются. На данный момент мы сейчас готовим, значит, стапель обрезаем, для того, чтобы начинать работу с крыльями. Также мы будем сейчас обклеивать внутренние части кабины, вверх, внутри, для финальной грунтовки данных частей самолета. Будем сейчас готовить под финальную покраску, грунтовку внутри бронекапсулы. Тоже чистить, зачищать и покрывать грунтом. Это уже будет финальная сборка перед покраской. Так же самое мы убираем сейчас болты, которые были временно у нас крепились. И переделываем все на клепку, так как это и должно быть. С этой стороны тоже, вот видно, стапель мы режем, убираем его здесь. Вот, и будем готовить вот под крылья, собирать крылья. Грунтуем, внутри будем грунтовать. Так же кабину со всех сторон. И внутри мы грунтуем. Сейчас ребята будут обклеивать внутри, чтобы стекла краской не испачкать. Вот внутри, снаружи, и будем грунтовать. Готовить под покраску. Не страшно было браться за самолет, когда вы никогда его не собирали? Нет. Мы даже об этом не думали. Даже не думали об этом. Просто собрались. Будем. Будем. Все. А дальше все пошло как по накатанной. Одно, второе, третье. Где-то подсмотрели в интернете, где-то нам рассказали люди. Ну, потихоньку, потихоньку, не спеша. Вот. Сделали. Все, что вот видите, мы это сделали. И дальше сделаем. И будет он стоять. Детище. Это тоже самый ребенок. Рано или поздно ребенок улетает за гнезда. И мы ждем потом, когда он приедет, или мы его увидим. Так же самое и с ним. Ну, мы его сделаем. Пусть люди смотрят, а мы будем ходить, любоваться им тоже на памятнике. Это все нормально. Жалко. Не жалко. Нет. Так и должно быть, наверное. Будет он, может что-то когда-то еще будет. Ну, может. Все хорошо. Я этот самолет видел в таком состоянии. Его поэтапно вижу. Заранее. Ребята, которые здесь начинали с нами, поначалу, скажем так, не видели. Они видели, что много ржи, много грязи, много ржавчины, миллион выбитых заклепок. И, скажем так, на тот момент, даже из нашего состава людей, которые занимаются реставрацией, еще немногие понимали, что будет дальше. И, ну, скажем так, так далеко не заглядывали. Сейчас уже ребята уже прекрасно понимают и видят финал. Они уже верят в свои силы. Страх был. Страх был, но не у всех. Есть и проще. Осталось собрать крылья. Все. Если более подробно раскидать на операции. Вот на данный момент, вот вы приехали сейчас, вы видели с утра, мы сейчас занимаемся перемонтажем стапеля. Для того, чтобы собрать крылья, надо перемонтировать стапель. То есть, получить доступ. Поэтапная, скажем так, идет подготовка. Поэтапная подготовка именно к сборке крыльев. И собираем финальный сейчас моторный отсек. Мы сначала собрали моторный отсек на болтики, на винтики. Посмотрели, как все это выглядит. Сейчас мы полностью его клепаем уже намертво. То есть, он уже больше разбираться не будет. Дальше будет установка у нас стоек шасси. Естественно, уже будет установка лопастей. И, соответственно, будем одевать так называемую пневматику. Это колеса на наш язык, на гражданский. И все, самолет будет готов. Не падать духом, несмотря на тяжесть работы. Помогает желание найти солдатский медальон, целый самолет или обломки от него с номерами, по которым можно будет найти экипаж самолета. Когда сообщаешь человеку в возрасте, что ты нашел его отца, его спасибо не может быть измерено ни в каком эквиваленте. Это настолько сильно, это настолько свято. Это и есть самый настоящий стимул к тому, чтобы продолжать поиск. Мы извлекаем память из земли, останки тех героев, что легли. Легли в сырую землю, в тишину, закрыв своей груди всю страну. Мы память сохраняем для страны, что помнили уроки той войны. Легли в сырую землю, в тишину, в тишину, в тишину, в тишину. Легли в сырую землю, в тишину, в тишину, в тишину, в тишину, в тишину, в тишину. Легли в сырую землю, в тишину, в тишину, в тишину. Легли в тишину, в тишину, в тишину, в тишину. Легли в тишину, в тишину, в тишину. Многое говорят о нашей медицинской части 135. Но я хочу рассказать о хорошем, чутком внимательном человеке, который работает в нейрологическом отделении. Кто она, мы сейчас с вами и узнаем. И самое интересное, что ни один пациент не сказал плохого слова. Отзывы только хорошие. Самое главное, не пожалел, что именно неврологом, потому что я чувствую, что это мое. Очень люблю общаться с больными, очень интересно установить диагноз. Я понимаю, что сейчас век нейровизуализации, но когда с опытом уже приходит возможность установить диагноз еще до выполнения МРТ или каких-то других исследований, это очень приятно. Доктор вообще, это идеальный человек, можно сказать. Она всегда подойдет, все расспросит. Она никогда, никогда мимо не пройдет. Вот только заметит походку, вдруг что-то изменилось в походке, она тут же сейчас же, что случилось, просит.